Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но ее страсть к балету победила все Маленькая ленинградская девочка Только на третий раз преодолевшая Невообразимый по нынешним меркам Конкурс в Академии Русского Балета Оказала в своем упорстве Права И все же едва ли та девочка Уже зная какой невероятной меры Самоотдачи измеряется успех в балете Предполагала Что на алтарь побед и торжества Нужно положить всю жизнь Спасибо С дневного рождения КОНЕЦ КОНЕЦ Ой, да у тебя же, наверное, детства не было Да нет, было оно Было оно до 10-11 лет А потом началась взрослая жизнь Конечно, я была ребенком Я пришла в театр, я была ребенком Станцевала уже партией, была ребенком Сейчас уже можно говорить, конечно, о каком-то опыте Но вот та ответственность, которая накладывалась на вот этого ребенка Она была как будто из взрослой жизни Она была лидер класса Она никому не завидовала Она, в общем-то, хорошие отношения со всеми были Но она была лидер не потому, что она приходит И она занимается отдельно Нет, чтобы все занимались Даже когда нет педагога, они разогреваются Они не то, что ей подчинялись Они сами этого тоже хотели Знаешь, вариацию, да? Классе И думаю, что вот эта девочка очень подходит к этой вариации Дина не очень Вторая репетиция Дина лучше Третья репетиция Дина вообще лучше И в результате ты понимаешь Что она может все Когда я увидела впервые Диану То я люди даже сказала Я говорю, ты знаешь, эта девочка, вероятно, будет иметь очень большое будущее Потому что даже если она не привлекала Тогда не привлекла еще там особой техники Особой частоты танца Но вот эта вот какая-то безумная любовь к тому, что она делает И абсолютная совершенная отдача ее сценического присутствия Это дар немногих Дину Вишневу я узнал, когда она была еще школьницей Причем достаточно младшего класса Вот ее педагогиня, моя однокашница Людмила Ковалева Попросила сделать для нее номер Какой-то номер для летнего спектакля Школьного спектакля Он считался выпускной Но Диана-то была еще не выпускница Более того, она еще не проходила даже дисциплину поддержка И поэтому во время репетиции она просто смеялась Хохотала от щекотки Она еще не была навыков дуэтного танца В этом номере главное мне было использовать именно молодость, юность Дианы Ее удивительную какую-то светоносность, ее динамизм, ее чувство стиля Первая балеринская партия была станцована Вишневой на сцене Мариинского театра Когда она была еще студенткой Академии балета Партия, требующая танцовщицы безупречной техники Блестящей виртуозности и незаурядного артистизма Китри в Дон Кихоте Сказать, что зрительный зал был в тот вечер восхищений, восторги Значит не сказать ничего Потому что было совершенно очевидно Во вселенной классического балета родилась новая звезда Я отчитывала каждый день Я отчитывала сколько еще осталось, что мне еще надо сделать Я не только себя изводила, конечно, я изводила прежде всего педагога Потому что я бесконечно была недовольна собой Потому что педагог мне говорил Нет, вот это еще не так, ну ничего, ничего, это дойдет потом Я говорю, нет, это не дойдет, это надо сделать сейчас или никогда Я говорю, нет, это не дойдет Я говорю, нет, это не дойдет, это не дойдет Она как бомбу взорвала всех Когда пришла уже в театр Со своей необузданной какой-то потребностью танцевать И абсолютно профессиональная Абсолютно искренняя на сцене Ведь всегда восхищает, поражает искренность Это же ведь тоже особый дар Не все это могут донести до зрителя Быть искренним Это надо быть очень талантливым человеком Чтобы позволить себе быть искренним Самый большой ее талант в том, что Она, достигая какого-то уровня и профессионализма И известности в мире Она остается ученицей Прежде всего она остается в репетиционном зале ученицей Это ей дает возможность достигать таких больших, конечно, успехов и результатов Ну и, конечно, всегда меня удивляла ее способность Достигая результатов в зале, в репетиционном Максимально донести это до сцены Вот это, конечно, большая благодарность для педагога Это самый счастливый момент Пока она не сделает то, что бы она хотела Она не останавливается Она может 20 раз повторять одно движение И когда даже ей говоришь, Диана, уже хорошо Остановись, ну побереги себя Хватит, хватит Все, доставь до завтра Я пока сама не пойму, что мне хватит А хватит, это уже бывает иногда поздно Когда ты уже все ноги или стер Или все мышцы, как говорят, сносил А завтра ты просто не можешь встать Но сейчас, конечно, я уже немножко по-другому Но все равно очень трудно меня остановить Когда я понимаю, что у меня есть еще силы На то, что бы сделать сегодня Вот беречь себя, она совершенно не Вот это, мне кажется, ее недостаток Но с моей точки зрения, потому что танцевать надо Не два года, не три, не пять, не десять Минимум 30 А вот с такой отдачей С таким выбросом энергии на сцене Это трудно Счастье работать с такими Балеринами еще заключается в том Что они провоцируют руководство Вы не можете с ними находиться в состоянии покоя И это замечательно, это сложно Но вот эта необузданность Это бесконечное желание нового Вы знаете, вот это тоже одно из ее качеств Ведь это не секрет Какая труппа, такой репертуар Конечно, для меня было очевидно Что имея в труппе такую балерину Как Диана Вишнева Это вот то, о чем я вам говорил Она провоцировала на развитие Безусловно В репертуаре Мариинского появились балеты Самых прославленных хореографов 20-го столетия Баланчина, Макмиллана, Ролана Петти и Форсайта Это, наряду с фантастическим классическим репертуаром Сделало балетную труппу театра в своем роде уникальной А Диане Вишневой позволила стать, возможно, Единственной балериной в мире Имеющей такой широкий репертуар Она, в общем, станцевала весь классический Наш традиционный репертуар И Спящую красавицу, и Бейдерку, и Раймонду И Лебединое озеро, уже не говоря о Дон Кихоте И Жизель Но во всех спектаклях У Дианы совершенно особая Пластическая интонация Диана всегда вносит в спектакль Какую-то такую ноту Которая все-таки выбивается Из общего строя На это интересно смотреть Но это не может все-таки быть, наверное, Эталоном исполнительского искусства Точнее, трактовок конкретных партий Классический хореографический текст Он предполагает, в общем, определенную траекторию Движения артиста на сцене Вот Диана эти траектории В большом или малом нарушает И это, может быть, противоречит Где-то концепции спектакля Но на это интересно смотреть Потому что это живое искусство Каждый артист для широкой публики Это всегда чудо И чудо вдвойне Когда это чудо А, талантливо Когда это чудо Красиво Внешне Когда это чудо Сознательно Ищет, идет И находит Способ передачи Всего того Чем Это чудо наполнено Да Вишнева Это чудо Которое Должно Принадлежать миру Но в том числе И Отечественному зрителю Талант Дианы Вишневой Которую по праву считают Подлинной представительницей Петербургского балета Был оценен сразу Успех, слава Многочисленные поклонники Норма ее жизни Балетные столицы мира Нью-Йорк, Париж, Лондон, Берлин С нетерпением ожидают Выступления балерины Престижнейшие премии Которые Вишнева получает Каждый театральный сезон И в России, и за границей Невозможно сосчитать На первый взгляд Она идеальная фигура Для мира гламура и глянца Но мир ее идеалов Иной Я не знаю, что такое слава Я не знаю, понимаете Я могу сказать, да Есть там известность Есть имя А слава Ну и какой-то момент Миг, наверное, когда ты Ну Я, наверное, больше буду ценить Моменты счастья Чем моменты славы КОНЕЦ Не многим везет Как в наш вот период Что назывался Золотым веком Когда с тобой работал Игорь Горович И Бельский И Алексин И Чернышев И все на тебя ставили И тебя разрывали Такого сейчас, к сожалению, нет Поэтому то, что она имеет сейчас мировое имя Она того добилась своим трудом Она это заслужила Поэтому я думаю, что и к славе Она относится нормально Потому что это труд Бывало даже так, что все эти поклонники, цветы Но ты до такой степени выдался Ты до такой степени прожил жизнь на сцене Что я говорю, все, оставьте меня Я еду домой Просто на ступеньках своего коттеджа Сижу одна И думаю, вот, пожалуйста Вот тебе и успех, и слава Так что, нет, это все Это обратная сторона Это она достаточно очень жестокая Это очень непросто Выдерживать такую ответственность Такую ношу на своих хрупких плечах Она все же женщина, прежде всего И удивительно хрупкая женщина, тонкая Принципиально важен один момент Ни в одной новой партии Вишнева не выходит на сцену Так сказать, безглаза Людмилы Ковалевой Мнению которой она доверяет безгранично И это удивительный пример Бесконечной преданности педагогу Вот тут я не почувствую неловкости Потому что для нее действительно Моя оценка Это, ну, почти абсолютно Но имеет большое значение И вообще-то я еще и ее мама крестная Это моя крестница И у меня ответственность за нее Даже больше, чем как-то за ученицей Я жутко холодная, только с валидолом Я принимаю Причем до последней секунды Ну, первый раз-то просто валидол Все, могу смотреть А потом я сказала Запретила себе Я думаю, нет, ну хватит Я же посмотрю уже без валидола Смотрю, вот начинается музыка И что случилось, сердце выпрыгнет Я думаю, на всякий случай Все же я приму в видол Потому что я боюсь за себя Я считаю, что она сейчас доказала Что она имеет полное право танцовать лебединой Первое, что я приготовила с ней На Германию, штат Супер Но там другая лебединая Лебедь тот же самый Другая постановка Она станала там потрясающе Несмотря на внешнюю эфемерность Балетный мир жесток Признание таланта в нем Вовсе не означает безоговорочного восторга Чем талант значительнее Тем большие требования к нему подъявляют То, что могут простить просто хорошие танцовщицы Мощно завившие о себе балерине не прощают Ибо ее искусство должно потрясать всегда Перетанцевав практически весь классический И современный балеринский репертуар Вишнева долго не приступала к репетициям Главного русского балета Лебединого озера Возможно потому, что многие находили ее данные Далекими от сформировавшегося в 20-м столетии Лебединого идеала Но Вишнева не была бы Вишневой Если бы не решилась бросить вызов И не победила Доказав, что талант ее воистину универсальный Лебединое озеро – это спектакль Когда уж что-то найти новое Это настолько тяжело Потому что у Ланова, Мезенцева Очень-очень-очень много балерин, личностей Кто уже сделал это исполнение каноническим Как мне кажется, Диана Естественно, хотела сделать максимально непохожим Ни на кого этот образ Это был определенный риск Выйти на сцену и не провалиться с треском Но это все стоит Вопрос состоял в том Какую пластическую интонацию Она вносит в известный канонический хореографический текст Диана вообще отличается тем Что ее танец, он не плавный Он может быть резким Он может быть стремительным Он может быть стаккатным Даже рваным в какие-то моменты времени Линии немножко изломанные и декаденские В Лебедином озере все это тоже было Но тем не менее это было интересно Я думаю, что такая большая балерина, как Диана Вишнева Имеет право на собственную трактовку Между тем, после успеха в Лебедином На сцене Большого театра А еще и феерического выступления там же, в Дон Кихоте Но много раньше Диане было сделано предложение стать приглашенной звездой Главной сцены главного театра страны И тут происходит следующее Ведущие танцовщицы Большого Отправляются почаевничать Генеральному директору театра Анатолию Иксанову И, как утверждают в балетном мире За этим чаепитием Судьба контракта с Вишневой Оказывается решенной Диана Вишнева Не получит этого самого статуса Приглашенной звездой Аплодисменты Аплодисменты